Односельчанин Ломоносова. Владимир Леонтьев родился в архангельском селе Холмогоры. Как и все мальчишки, свободное время проводил во дворе. Насколько времени не было, занимались спортом. В дворе выросли. Мы там, где профессионально никто не играл в хоккей, но мы все играли, потому что водоемов было достаточно. Большого выбора не было, чем заниматься. Безусловно, это спорт, физкультура, лыжи, хоккей. Увлечение спортом переросло в профессию. Окончил Архангельский педагогический институт, стал учителем физкультуры. В Одинцово переехал по семейным обстоятельствам и снова устроился на работу в школу, поближе к детям. Однако спустя 11 лет понял, готов к чему-то большему. На тот момент обязанности начальника управления образования возглавляла Людмила Ивановна Багина временно. Вот они меня там пригласили. И, как мне сказали потом, сказали, если он согласится, то мы его утвердим, нет, вы школу закрываете. И он согласился. Работы было много, а финансовые возможности ограничены. Закупили простой инвентарь. В образовательных учреждениях выделили помещение. Но самое главное, это, конечно, педагогия. К подбору кадров директор спортивной школы Одинцова до сих пор относится со всей серьезностью. Мы привлекли ряд людей, которые... виды спорта, которые не требовали каких-то финансовых плеваний. При нас были очень достаточно хорошие шахматы. Сегодня был Миржанет Гамжатович, который вел шашки в 9-й и 11-й школы. Сегодня трудно представить, чтобы детей учили. Был изумительный педагог Ольга Владимировна Липодатенко в Большереземской гимназии, к сожалению, нет других. Изумительный. Где вся навчальная школа играла в один тон. Начинали с одного вида спорта. Сейчас их около десяти. Футбол, хоккей, фигурное катание, стрельба из лука и не только. Но это не единственный повод для гордости. Один из них – коллектив спортшколы. Благодаря его слаженной работе удалось добиться высоких результатов. Никогда округ не был призером Перинского Московской области по футболу. Но в этом году мы призеры. В 2008 году. И мы проиграли только училище Олимпийского резерва. Так называемый Сатурин. То есть, по сути дела, если еще год назад, это нереально. Свою жизнь без школы уже не представляет. Все мысли только о работе и спорте. Признается, есть одно желание, которое пока не сбылось. Чтобы у спортивного учреждения было свое помещение. Тогда тренировочный процесс станет комфортнее как для спортсменов, так и для их наставников. А значит, наград достижений будет еще больше. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.